Сейчас с нами на прямой связи Виктор Голосюк, народный депутат Украины, который представляет радикальную партию. Доброе вам утро, Виктор Валерьевич. Да, доброго ранку. Что вам об этом известно, а как ваша фракция к этому относится? Ну, по-перше, меморандум ЗМВФ жодным чином не має бути секретным документом. Про это вчера я заявил на нараде, яку проводил голова парламенту, традиционной нараде по четвергах. Потому что, если говорят, что меморандум ЗМВФ – это план реформирования страны, и он очень позитивный, то чего тогда его ховывают не только от парламентарей, а от людей, от всего украинского общества? Это первое. Мы требуем уприлюднение проекта, меморандума, чтобы его обговорить и политично, и в экспертном околе, чтобы идти свободно на те или иные условия. А эти условия, естественно, не могут быть полезными для Украины, если мова идет про знание мораторий на продажу сельско-господарских земель, или про экономию на обучении и медицине, или на таких хибких приоритетах, как массовая приватизация или легализация агрального бизнеса. В целом, я подкреслю вчера, что не могут четыре люди в стране, президенты, премьеры, министр финансов, глава Нацбанка, от имени всей страны, и еще и в таймный способ принимать обязательства, на выполнение которых они не имеют повноважения в парламентской президентской республике. То есть, на самом деле, это неважа до парламентаризма, демократии, действовать в такой способ. Потому что, на самом деле, меморандум ЗМВФ – это кредитный договор, который поместит низкую умов, без которых этот договор не дается. И эти умовы не могут быть тайными ни до подписания, ни после. Поэтому это должно быть организовано в прозорий, демократичный способ. А в целом, я хочу сказать, что если даже часть перекрыти контрабанды на митнице и ввести жесткий трансфер на ценоутворение, и, по сути, провести деофшеризацию украинской экономики, то уже через два года мы сможем сами надавать кредиты. Позиция ясна. Виктор, уточнение. У меня есть уточнение, я понял, да, ваш главный месседж. То есть, я правильно понимаю, что вчера было заседание со спикером относительно вот этой темы, о которой мы сейчас с вами общаемся? Вчера была регулярная нарада, которая происходит по четвергам для подготовки сессийного тижня. Вевторок, в частности, будет происходить в парламенте финансово-банкевский день. И требования фракции Радикальной партии, чтобы одни из вопросов, которые рассматривались, это были условия Меморандума Международного валютного фонда, чтобы парламент и общество были информированы про поточный статус перемоги и те обязанности, которые на себя собираются взять президент, премьер, глава Назбанка и министр финансов от имени украинской державы. Когда может так быть, что четыре люди берут обязанности, а потом приходят в парламент и начинают ломать через колено, мы это пообещали. Обещали только то, что можно выполнять. Спасибо вам большое, Виктор. Виктор Голосюк, народный депутат Украины, который представляет радикальную фракцию в Верховной Раде, только чтобы вместе с нами.